Но колдовство не иначе, ведь это самый быстрый результат зацветания орхидеи с нуля, который мне когда-либо доводилось получать. Еще три месяца назад эта цветущая красавица была набухшей меристемой на цветоносе материнского растения. За три месяца всего по три. Три корня, три листа и три цветка на вновь явленной орхидее Голдстаф Фортун или Золотой Посох Фортуны. Как нарастить маленькой орхидеи корни, если она растет на цветоносе? Можно ли опрыскивать орхидею, если она цветет? И что будет, если вода попадет на цветок орхидеи? И куда действительно лучше не попадать? На все эти вопросы ответит сегодняшнее видео. Привет, друзья! Вы на канале классика орхидейного жанра. Предыдущее видео по этой теме вышло чуть более двух месяцев назад. И если вы не смотрели это видео, я очень рекомендую вам это сделать. Ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Появление детки на цветоносе фаленопсиса – это всегда радость. Но получить эту радость на цветоносе орхидеи недостаточно. Ее еще нужно вырастить и зацвести. В комментариях под ранее вышедшими видео участились вопросы. Что делаю я для того, чтобы получить детку на цветоносе орхидеи? Использую ли я гормональные пасты и мази? Нет, гормональные пасты и мази я не использую. И вообще не пользуюсь ничем химически синтезированным. Только тем, что дарит нам сама природа. Для активации меристем на цветоносах орхидеи я использую воду и водные настои лекарственных растений. Активировать меристемы с помощью водных процедур можно самыми разными путями. И сегодня я покажу вам несколько из них. С помощью водных процедур я активировала не только появление детки, но также ее корнеобразование и дальнейшее цветение. Посмотрим, как это было. Через полтора месяца после активации меристемы детка достигла размера 5 см. У нее начал расти третий листик, началось корнеобразование, и в основании маленькой орхидеи появилось нечто. Тогда я гадала, что же это будет, цветонос или детка? Мои сомнения развеялись очень быстро, ведь это нечто росло буквально не по дням, а по часам. И именно тогда из самых добрых и дружеских побуждений меня снова назвали ведьмой. Не ведьма, а фея, написали в комментариях одни. Ведать значит знать, ответили им другие. А правы оказались все. Ведь волшебство и вера в чудо – неотъемлемая часть нашей орхидейной жизни. А знание, как известно, сила. Да еще и какая. Именно знание и понимание процесса фотосинтеза высших растений позволило мне получить такой быстрый результат. Кадры, которые вы сейчас видите на своем экране, стали завершающими в предыдущем видео. И сейчас мы посмотрим, что делала орхидея в два зимних месяца – декабрь и январь. Здесь стоит отметить и напомнить тем, кто забыл, что кроме выращивания детки, орхидея занималась ростом собственной корневой системы и своего собственного нового цветоноса. А это значит, что ее силы перераспределялись везде и всюду. И это важно. И поэтому при каждом удобном случае эта орхидея орошалась из пульверизатора. Вода для растений является основным строительным материалом. Без воды не построятся новые клетки корней, листьев и цветоносов орхидеи. Для того, чтобы корневая система маленького растения не страдала от недостатка воды, вы можете ее опрыскивать в течение дня бесконечное количество раз. Если такой возможности у вас нет, придется позаботиться о создании другой системы. Эта система позволит не только содержать корневую систему маленького растения в постоянно влажном состоянии, но и направить корни орхидеи туда, куда нужно вам. Посмотрите внимательно и запомните, куда растет первый корень орхидеи. А растет он вверх, в том направлении, откуда обычно производится опрыскивание. Запомните это направление роста, в дальнейшем вы сможете сравнить, как изменится направление роста корня орхидеи в зависимости от изменений условия содержания маленького растения. Итак, берем любую максимально прозрачную маленькую емкость и разрезаем ее с одной стороны. Одеваем разрезанную емкость на цветонос и придвигаем максимально близко к маленькому растению. Снизу фиксируем емкость зажимом, маленькой прищепкой или любым другим предметом для фиксации. Я использую в подобных целях все, что прозрачно. В данном случае это колпачок от мороженого. Он широкий и невысокий. Это позволит лучшим образом справиться с поставленной задачей. Заполняем емкость любым субстратом или материалом, хорошо удерживающим воду. Это может быть все, что угодно, на что хватит вашей фантазии. Кокосовое волокно, кокосовые чипсы, мох, как в моем случае, и даже обыкновенный резанный поролон. Запомните, главная задача этого материала удержать воду вокруг корневой системы нового растения. А ваша задача поддерживать этот материал или субстрат в постоянно влажном состоянии. Я увлажняла всю конструкцию целиком вместе с растением, вместе с субстратом, вместе с цветоносом материнского растения. Все вместе из пульверизатора. Воздухопроницаемость и хорошая вентиляция субстрата обеспечивается широким верхом посадки, а также очень рыхлым наполнением емкости. Почему я решила определить корневую систему нового растения в такую посадку? Потому что, во-первых, я хотела показать сооружение конструкции вам, а во-вторых, я хотела показать вам, как изменится корневая система растения после месяца нахождения ее в такой посадке. Кроме того, в этот период жизни у меня не было возможности опрыскивать это растение часто. Я могла это сделать только очень ранним утром и очень поздним вечером, а результат получить хотелось. И хотелось показать его вам. Давайте еще раз внимательно рассмотрим эту конструкцию и маленькую орхидею, и запомним состояние развития самого растения, и в каком виде орхидея развивалась 1 месяц и 5 дней. 5 января 2023 года я разобрала эту конструкцию для того, чтобы показать результат вам. И сейчас пришло время посмотреть на этот результат. Вот он. Если вы занимаетесь сейчас какими-то делами, отвлекитесь и посмотрите на свои экраны. Вот так развивается корневая система маленькой орхидеи, если она постоянно ублажнена. На кончике корня остатки мха, не пугайтесь. К слову сказать, оставшиеся 25 дней января, эта же самая корневая система провела в открытом состоянии, то есть без мха. И вы увидите в конце видео, во что она превратилась без постоянных опрыскиваний. Ну а сейчас я демонстрирую вам, как вырос третий лист орхидеи, который месяц назад только появился. Создание отдельной системы индивидуального питания для маленькой орхидеи позволило ей развиваться парадоксальными темпами. Помимо развитой корневой системы, помимо сформированной листовой массы, у орхидеи сформировалось 3 бутона на цветоносе. Вы уже обратили внимание на изменение направления роста того самого корня, который рос четко вверх? Об этом мы поговорим чуть позже. Рассмотрите детку в другой проекции, что вы видите. Детка маленькая, совокупная длина ее листиков не более 8 сантиметров, а общая длина растения 15 с половиной, вместе с цветоносом и бутонами. Тем не менее, детка смогла сформировать 3 бутона и все 3 распустить. Почему орхидея выпустила цветонос и засушила его? Почему на цветоносе орхидеи сформировались бутоны, но не распустились? Почему слишком быстро засыхают цветы на цветоносе орхидеи? Эти вопросы встречаются в комментариях все чаще и чаще. Так почему? Всего 4 основных фактора по-настоящему влияют на здоровье, развитие и цветение орхидеи. И все эти факторы мы неоднократно изучали. Орхидея может засушить цветоносы, бутоны и цветы, если ей будет не хватать света, воды. На нее будут дуть потоки горячего или холодного воздуха и температуры будут резко отличаться от нормальных. Будут слишком низкими или слишком высокими. Ваша задача проанализировать каждый из этих факторов для ваших условий и понять, чего недостает орхидея. Ну а теперь вернемся к траектории роста корня. Того корня, который рос четко вверх, а потом резко повернул вниз. Почему? Корень орхидеи повел себя очень показательно в соответствии со всеми законами биологии. В данном случае мы можем наблюдать явление гидротропизма, то есть стремление корня орхидеи к воде. А еще обратите внимание на состояние виламена, то есть поверхностного слоя корня. Посмотрите, как чувствует себя корень, который месяц прожил во влажных условиях мха и 25 дней в открытой системе. Невооруженным взглядом видно, что корню орхидеи не хватает воды и виламен начинает морщиться. Однократное опрыскивание данную проблему не решает. Ну а теперь рассмотрим главные вопросы, касающиеся опрыскивания орхидеи. Опрыскиваю ли я орхидеи во время цветения? Да, опрыскиваю. И во время роста, и во время формирования цветоноса, и во время формирования бутонов, и непосредственно во время цветения. И вполне естественно, что вода попадает везде и всюду, и на бутоны, и на цветы. А правда ли, если вода попадет на цветок орхидеи, он быстро завянет? Это неправда. Цветы орхидеи не вянут от воды, если только вода не попадет в определенное место в цветке орхидеи. Что же это за место такое? Вот, посмотрите на это тайное место. Там хранится пыльца. Часто это место так и называют – пыльник. Попав в пыльник, вода создаст эффект ложного опыления, и тогда цветок орхидеи может завять. Во всех других случаях опрыскивание никак не может повредить цветению орхидеи. Помимо опрыскивания, материнское растение регулярно поливается методом замачивания. Делается это потому, что в данный момент растения формируют сразу два цветоноса. И у материнского растения, и у детки, и у обоих растений в активном росте находится как листовая масса, так и корневая система. Запоминайте основной принцип полива. Чем больше у орхидеи растущих частей, тем больше ей требуется воды. И наоборот, если у орхидеи ничего не растет, ей нужен лишь минимум воды для поддержания зеленой массы, которая уже есть. Ну а теперь еще раз о составе ведьминского настоя для орхидей. Каланхоя живородящая или каланхоя дегримона растет практически во всех посадках моих орхидей. Когда растения становятся слишком большими и начинают загораживать орхидеи от солнца, я срезаю эти растения под корень. Срезанное каланхоя практически не хранится в холодильнике, быстро увядает, поэтому я срезаю столько растений, сколько могу использовать в настой в тот же день. Почему этот вид каланхоя назван живородящим? Потому что по краям листьев этого растения располагаются практически полностью сформированные новые маленькие каланхоя. Посмотрите, у них даже есть своя корневая система. Когда маленькое растение завершит свое формирование, оно просто отвалится от материнского листа и сможет расти в субстрате. Энергия роста быстрорастущего маленького каланхоя позволит орхидее развиваться стремительнее. В комментариях спрашивают, подойдут ли в этих целях другие виды каланхоя. Нет, не подойдут. Целебные свойства найдены и изучены только в одном виде каланхоя. И это каланхоя дагримона или каланхоя живородящая. Для купания маленьких орхидей методом полного погружения, то есть целиком и полностью, я не готовлю слишком концентрированный настой. 2-3 листа на 1 литр воды или одно небольшое растение на чашку 1,5 литра. Измельчаю листья каланхоя ножницами на тонкие полоски и заливаю все горячей кипяченой водой. Температура воды около 90 градусов Цельсия. Среднее время приготовления настоя 12 часов. Я обычно это делаю на ночь. Я купала детку этого фаленопсиса так часто, как могла себе это позволить. И так долго, как могла сама выдержать. Если вы внимательны, то наверняка уже увидели, что на данном фрагменте маленькая детка купается вместе с растущим цветоносом. И никаких проблем от этого у маленького растения не возникло. Напротив, это позволило ему буквально за 3 месяца от рождения красиво зацвести. 3 корня, 3 листа и 3 цветка. Вот такой результат за 3 месяца от момента появления детки на цветоносе. Детка не подкачала и распустила все 3 бутона, которые сформировала. Как я уже говорила вам ранее, размер цветка небольшой, около 4,5 сантиметров. Цветок небольшой, но ароматный и очень яркий. Когда я буду отделять детку? Часто интересуетесь вы в комментариях. Обычно я отделяю детку после нескольких цветений на материнском растении. Когда маленькая орхидея уже сформирует хорошую листовую массу и прекрасную корневую систему для самостоятельного роста. Если детку с цветоноса отделить слишком рано, она наверняка затормозит в своем дальнейшем развитии. Детка на цветоносе в данном случае никак не угнетает развитие материнского растения. Поэтому пока они будут существовать вместе. Весьминский настой из листьев колонхоэда гримона позволил мне вырастить и зацвести детку фаленопсиса голдстаф фортун всего за 3 месяца. И это были самые сложные месяцы в году. Зимние, холодные и темные месяцы. При правильно созданных условиях фаленопсисы не впадают в период вынужденного покоя в зимние месяцы. Это аксиома. И если вам кто-то говорит обратное, отправьте его читать биологию в среднюю школу. Или изучать материалы на канале классика орхидейного жанра. Самый главный плейлист для изучения – фаленопсисы «Вопросы по уходу». Вот так 3 месяца назад выглядела новорожденная детка фаленопсиса голдстаф фортун – детка, выросшая на цветоносе. А вот так эта же самая детка выглядит сегодня. Это ли не волшебство? И если вам понравился этот сногсшибательный результат, обязательно напишите об этом в комментариях. А я тем временем напомню вам, что 20 минут вы провели на канале классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. А если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.